Фестиваль свободных людей Третье, это предложить, почему будет вестись видеосъемка и это будет выкладываться на наш сайт. Меня интересует, чтобы нас услышали, увидели и чтобы люди пришли к нам со своими предложениями, каким они хотят вести фестиваль, как они хотят в нем участвовать, что там нужно, что не нужно и так далее. Мы очень хотим, чтобы этот фестиваль не стал фестиваль под патронатом. Чтобы он стал нашим фестивалем с нашим участием. Бог даст с нашим участием, с участием активистов, инициативных групп, лидеров, моего лично. Вот это цель сегодняшнего нашего собрания. Свободный фестиваль свободных людей под названием Каховский плацдарм. Но я бы сказал, изначально он назывался и может и будет называться мир на Каховском плацдарме. Слово мир расшифровывается как международные игры рокеров. Изначально, концептуально задумывается мероприятие как симбиоз, набор мероприятий по отдельным направлениям. Например, байкеры, воздухоплаватели, водные виды спорта, страйкбол, пейнтбол и естественно музыка. Событие 20-го года, гражданская война и привязка к слову Каховский плацдарм. Это была одна и самая кровопролитная бойня за всю историю человечества, которую сейчас мало кто помнит. Не было внешнего врага. Граждане одной страны под разными флагами был белый цвет, красный цвет. Потом красному цвету помогли анархисты Батьки Махно с черным цветом. То есть вот как бы три армии. В результате союзники разбили белых, потом красные разбили черных. В результате уже прошло 90 лет, никто не помнит из-за чего был сырбор. И кстати, здесь же завязана Польша. Почему мы изначально говорим, что этот проект будет международный с участием украинской, польской и российской стороны. Поэтому наша мысль была такая. Каховский плацдарм 20-го века это гражданская война. Каховский плацдарм 21-го века это гражданский мир. А сейчас я хочу пригласить представителей оргкомитета сюда. Владимир Резник. Как правильно? Голова спилки ЗУК РАЖСИРУВ Украины. Так, Сергей Решетник, группа САД. Где он? Дмитрий Ильин. Дима. Это наш мото-красмен. Игорь Хлыстов. Польский дом в Новой Каховке. Никита Джигурда. Голос фестиваля. Володя Лихварь. Это представитель Донбасса. Донбасс за нас. Артемовск. Павел Дыба. Украинская служба по ретунку. И фестиваль Моторадео. И Сергей Малик. Можно вас? Киевский автомотоклуб. Воздухоплаватели и водники. Сейчас в свои... Да, одни летают, другие... Но они... А, это Алексей? Да, Алексей, пожалуйста. Я, наверное, по настроению сначала попрошу Никиту Джигурду сказать... Я глубоко убежден, что нужны фестивали, в которых нужно выпускать пар из котла. И то, что, когда пару лет назад Сережа мне предложил, Каховский плацдарм, и то, что не звучало, кстати, не сегодня, пока не прозвучало, не тогда, тогда и со сцены мы озвучили с САДом это вместе. Мало кто знает из сегодняшнего молодняка и в Украине, и в России о том, что ребята, батьки Махно, и батьку Махно позвали в Каховку с целью, чтобы он помог взять перекоп, пообещав за это вильную Украину, гуляй поле, свободу. Потому что Красная Армия в Аглобе с Буденным и Фрунзе не могла взять перекоп. И тогда позвали батьку и сказали, если ты поможешь и возьмешь вильную Украину и отпустим, Ленин сказал, как Финляндию отпустим, как Польшу, будет свободная Украина. И 10 тысяч ребят под предводительством батьки Махно зарядив люльки, как я называю, нанотехнологией, и осознав во имя чего это, взяли этот перекоп. И батьке Махно вручили орден Красного Боевого Знамени в тройке, когда Буденный, Фрунзе, батька Махно. И они обмывали. Половина ребят легло сразу, анархистов, которые знали, ради чего они это делают. И тут же приходит приказ от Троцкого Ленина, пока гуляют оставшиеся, замочить батьку с его пацанами. И Фрунзе сначала в отказ идет, говорит, как? Мы вместе только что брали, они же нам помогли. Боевые ордена обмываем. Мочить по приказу военного времени не выполнишь тебя. И начинается бойня там внутри. И батька там 200 или 300 сабель успели вырваться, всех положили. Вот этот факт очень важный. Потому что то, что сегодня происходит в Украине, в России, когда огромное количество людей не понимает, почему же часть общества в Украине защищает ОМУНСО или кого-то. Потому что они знают о том, как обманули батьку Махно, как обещали вильную Украину, как был потом голодомор. Все это знают. И фестиваль этот на Коковке, если не озвучивать эту трагедию, при этом не забывайте, что у нас карта Таро Шута и Папандопола с нами. Не зарубаться за это. Но обязательно говорить об этой трагедии и о том, что простить и проявить великодушие, и перевести это в драйвы, выпускание пары и шутить. И когда все политики разных партий смогут приехать сюда, сбросить свои пиджаки, галстуки и отдохнуть, оттянуться. То, что во всем мире существует, собирают огромное количество людей. И ребята приходят и выпускают пары из котла, братаются. Потом разошлись по партии, можете опять бодаться. Но что-то должно объединять. Что касается спелки звукорежиссеров Украины, я как бы и особо, и как организацию тут представляю, то за дужками, конечно, залишим то, что нужно даже такую творчую потенцию, музычную, выкласти в форме коливания звуковых систем, близко светловых приводов, сценаристских конструкций и сделать это, ну, принаймні, на доброй европейской якости. То есть за дужками, понятно, наша участь. Вот. А что касается мотивации иншого, как бы, гатунка, то, звичайно, такие люди, как продюсеры, звукорежисеры и таки, инший зброд. Звичайно, мы все люди такой архаичної побудовы святогляду и шукаемо волю в собі. Я думаю, это очень важно. Воля не в супереч, не воля когось, а волю в собі. И, зокрема, менталитет нашим, побудова, мислення така в Украине, что, фактически, воно, я подтверждюю, там, пошуку архаики, навіть анархии в организации, або суспільства, або власного мислення. Я сказал, Джон Леннон, мы все, как там, мейнди горилас, мы партизани розуму. Вот. И нас не так много в свете, но в Украине відсоток, що найменше пристойний. Вот. Тому ми рады підтримуємо цей фестиваль и будемо підтримувати, и приймати, брати в ньому участь. Фестиваль «Каховский плацдарм», который прошел два года назад, изначально был в эфирном варианте, назывался «Рок-н-ролл таврический». Будем так называть это. И мы принимали участие еще в 87-м году у Сергея. У нас съезжались группы со всего бывшего Советского Союза. Вот этим именно моментом мне, как музыканту, близко то, что будет происходить, я надеюсь, и на «Каховском плацдарме», потому что есть очень много групп, которые пофактически находятся в андеграундном положении. Я имею в виду рок-групп. Я надеюсь, что фестиваль все-таки будет иметь ту часть, которая будет касаться рок-музыки. Вот два года назад, когда был фестиваль, мне очень было приятно видеть группы, которым более 20-25 лет. Никто не знает, наверное, что такие группы в нашей стране существуют. А такие и есть. Нашей группе, кстати, в этом году исполнилось 30 лет. Все это время мы фактически находимся в андеграунде. Ну, периодически всплывая, как мы говорим, подводная лодка в степях Украины. Периодически всплывая и выпуская ядерные ракеты в виде рок-н-ролла или хард-рока. Вместе с Жигурдой, кстати, с Никитой. То вот «Каховский плацдарм» — это прекрасный плацдарм для того, чтобы там показать свое творчество таким командам. Ну, я надеюсь, что будут и молодые группы, которые на сегодняшний день тоже, я думаю, нуждаются в том, чтобы показать себя на какой-то сцене, на какой-то площадке достойной. Вот в таком направлении. Возможно, это будет игровая форма в том смысле, что человек, который попадает на территорию, он выбирает себе, записывается волонтером в белую, красную или черную армию. Потому что мы, например, даже не знаем в социологии, как у нас общество относится к прошлым событиям. Ну, по приколу. Или красный крест, или черный, или белый крест. Единственное, чего бы не хотелось, каких участников, которые приходят и говорят, ребята, у вас есть бюджет, давайте его пилить. Это не к нам. Это вот напротив, по-моему, Министерство культуры, это пилить бюджет туда. Все живые люди, и мы все понимаем, что став, оступился, ногу подвернул, пальцы разрезал, еще куда-то в лес. И было бы очень важным и доречным, если бы на таком массовом заходе, который плануется, и будет проведен, я абсолютно в этом уверен, в ней необходимо, чтобы перебивали фахивцы, которые, я скажу так, универсальными такими солдатами. Люди, которые будут причетны до данного проекта, они действительно умеют, соответственно, дать помощь и в супроводе авто-мотоколон, в обеспечении безопасности при их проездке по месту, по заместительным шляхам. В тот же самый час, если возникают ситуации, связанные с нанесением каких-то травм людям, значит, в соответствии с этим все они научены правильно, в соответствии с тем, как это делается в Европе, в цивилизованных странах, дать первую помощь и выполнять все действия, которые обеспечивают соответствующий уровень безопасности. Кроме того, мы понимаем, что фестиваль, так как мы послушали вольмишановных участников, это будут довольно таки мирные, но очень активные действия. Мы все понимаем, что контроль над тем, что да, как делается, перемещение людей, какие-то еще моменты связаны. Но я верю, что там будут не только порядочные люди, как говорят. Да, вы понимали, да? То есть, соответственно, мы будем помогать оргкомитету, монетировать события, которые там происходят, соответственно, отработать, возможно, заходы на определенном уровне, и общественной безопасности, и так далее. В 2008 году возродил фотокросс новой верховки после 20-летнего перерыва. Никому не надо это было ничего. Мы самостоятельно сделали трассу, оформили ее в Федерации мотоспорта. Она достойная, то есть может принять в любых гонщиках любого класса, на что у нас все права и возможности. Иметь мотоцикл, приехать, записаться и поехать. Все. Хочу добавить, что Херсонская область – это уникальное место. Там находится самая большая пустыня в Европе. То есть в программе фестиваля есть эндуро-туры. Это такая программа, которая 50 километров диаметра этой пустыни. Мотоциклисты ее переезжают. То есть это может обрести международный уровень. Очень много людей приезжает к нам туда. Мы их просто приводим, катаем, показываем. И немцы, и итальянцы, кого только нет. Всех туда несет, потому что она самая известная пустыня. Нигде такого нет. И самый большой искусственный лес тоже в Европе. Это у нас в Херсонской области. Там, где можно проводить дополнительные соревнования по эндуро. Территория, где будет происходить фестиваль, идеально подходит для размещения просто огромного количества людей. Трудно посчитать. Да, то есть это берег Днепра. Это тут же рядом яхты. Тут же рядом мототрек, автотрек. То есть это комплекс, огромный туристический комплекс. Тельба из Лука. Мотобол. Мотобольный стадион. Это на одной территории. К сожалению, в нашей стране есть такая тенденция, что дети не знают даже, что происходило в период с 41 по 45 год. Есть такие моменты. Для меня, конечно, было не совсем удивление, но было понимание этого вопроса в плане того, что конница Буденова была разбита под Варшавой. Естественно, наши страны объединяют уже многие годы и века, объединяют не только были, конечно, военные конфликты, но и та же самая дружба. В данный момент польская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с нами. Не только в культурном плане, там, ну, обмены делегациями, спортивные, там. В том же самом моменты духовные, потому что так же само поляки много чего не знают, что происходило на самом деле на территории Украины. Мы имеем горький опыт и с Катынью, и с последствиями с крушением самолета польского президента. Это печально, конечно. Но то, что будет происходить на Каховском плацдарме, в первую очередь, с моей стороны, это поддержка в том плане, что я должен буду поработать с польской стороной в отношении коллективов. Не только танцевальных, там, песенных, там, к примеру, рок-групп там. Но это, чтобы были те же самые спортсмены. Им есть что показать, а мы можем их принять. Что мы делаем для сегодняшнего дня? Чтобы наши дети знали нашу историю, были кем-то, были музыкантами, творческими людьми. Все это уже, честно говоря, как сказал Никита Джигурда, похерилось по полной программе. Это раз. Я начинаю искать людей, которых я привезу на этот Каховский плацдарм. Оказывается, сейчас все ударились вот эту идею. Где же заработать деньги? И гонка за этими деньгами уже заполонила все на свете. Но я даю вам слово, я с Донецкой земли привезу достойных людей, которые споют и сделают такие вещи, которые не осрамят никакую землю и всю Украину в целом. Как автомобильный историк, вопросы тут по батьке и транспорту, по батьке, махно, и транспорту. Я немножечко подниму завесу, поскольку об этом почему-то говорить не принято. Какой, на чем штаб был у батьки и какая моторизация была у батьки. То есть, что очень мало известно. Штаб был, но штаб был не в конном вагоне, к сожалению, а в автобусе. И между Херсоном и Каховкой ходила частная автобусная линия на базе автобусов Уайт. То есть, взялся старый американский грузовик, снялся с него грузовой кузов, поставился пассажирский. Но ребята, которые ездили, водители или хозяин этой, скажем так, этого тура, хорошо, туроператор, назовем по-современному, да, был человек, тоже любящий нанотехнологии. И, ну, а поскольку, да, сами понимаете, там было немножко иначе. Там стояла термосифонная система охлаждения. То есть, можно было хорошо поставить туда самогонный аппарат, и в бардачок под рулем капало. Когда стакан набирался, он принимался тут же. И поехали дальше. Ну, для меня возможность участия в любом фестивале, во-первых, это возможность сделать Украину немножко добрее. Потому что, вот я недавно вернулся из-за границы, где я абсолютно здоровый человек, и опять стал инвалидом в Киеве. В Украине, собственно говоря. Ну, это вроде, к сожалению, это не шутка, это правда. Ну, я думаю, что этот фестиваль, Каховский плацдарм, обязательно должен быть доступным для людей в инвалидных колясках. А поскольку это будет мероприятие, надеюсь, регулярное, то и по Каховке можно что-то попробовать под этот соус сделать более удобное. Ну, а что касается нашего вклада, это может быть самые разные, это может быть выставка работ Юры Пацана, художника, который до травмы не рисовал, не писал картины, а теперь у него персональные выставки. Это, в конце концов, может быть фотовыставка, которую готовлю я по своему проекту «Планета Земля. Взгляд с инвалидной коляски», где могут быть фотографии из Канады, Шри-Ланки, Непала, Украины и, допустим, Бельгии. Вот. И последнее. В общем-то, у нас опыт работы есть в подобных фестивалях, даже в том регионе, потому что 15 лет я был координатором социальных программ Таврийских игр. К сожалению, их сейчас нет, вот, поэтому там есть ребята, которые ждут любое мероприятие, и в Каховке, и в Новой Каховке. В конце концов, туда может приехать кто-то другой, то есть мы можем провести там семинар, спартакиаду или что угодно. То есть наша команда стоит на запасном пути, готова приехать и работать. Когда ребята пришли с этим проектом к нам, то я увидела, что это действительно наше. Вот мы говорим, да, ты управляешь страной, ну а как ты ее управляешь, блин? Ну вот как? И вот я вам скажу, все, что сделано свободными людьми, без всякой организации, а потому что они хотят, вот это все живо, вот это все уходит в историю навсегда, и это все нормальное. Поэтому как организовать фестиваль? Да просто сказать себе самому, я управляю фестивалем, я могу это сделать так. Я не ездила никогда, клянусь, по жизни, я домохозяйка была всю жизнь, ну пока трех детей вырастила. Била очень такой скромный образ жизни, я потом только сорвалась, в 44 года сказала, все, goodbye my love. Моя функция закончилась, я свободный человек. И вот понимаете, я поняла, что такое свобода. Свобода, свобода это то, что открывает нас по-настоящему, делает нас настоящими людьми. Все, что сейчас делается в нашей стране политиками, не политиками, делается только для того, чтобы мы не были свободными. И поэтому, если мы хотим и понимаем эту свободу, мы должны понять, должны быть все цветы, все песни, мы должны по-разному говорить. Я не могу смотреть на этих наших, как бы, мужей, которые очень красиво высказываются, которые запретили даже выражаться матом чиновникам. Спасибо вам большое. Пусть чиновники с нами матом не разговаривают. Это было привычно. Они запрещают курить, они запрещают ходить, они запрещают сидеть, смотреть фильмы, собирают комиссию из каких-то там мужей, глубоко воспитанных, которые смотрят порнушку, потом описывают список, какие фильмы нам смотреть нельзя. Понимаете, это же реальная жизнь. Это фильм, это фильм. А вот и поймет, мы же их воспитаны. Да, вот, а вот народ, понимаете, и они, вот эта вся система пытается нам навязать, чего мы хотим и как мы должны жить. Да, ребята, мы хозяева этой страны. Вот я хочу, чтобы мы никогда не забывали, что руководство вот такой огромной империи всегда имело свой статус. И какой он назывался? Генеральный секретарь. Организация всегда сжирала любую идею. Она превращала все это в какой-то паровоз. Поэтому я вам предлагаю всем стать и организаторами этого фестиваля, и его участниками. Хотите быть свободными, хотите почувствовать эту территорию свободы, особенно обращаясь к женщинам, потому что в основном выступали-то мужчины. Поймите, нельзя жить посудомоечными машинами, шопингами. Надо проводить шопинг душевный, духовный и драйвовый. Эта женщина в нашем надо, иначе вот эта вот пилорама домашняя, она уничтожает все. Жизнь, семью, воспитание детей. Мы теряем потенциал людей свободных. А наша страна к этому, она не уложится. Она поэтому никакие рамки не укладывается. У нас все перевернуто с тех пор, потому что мы сопротивляемся внутренне. Мы не можем быть несвободными. 110 лет назад в Российской империи открылся первый вытрезвитель для опьяненных людей. Поверьте, человек всегда будет стремиться к опьянению, потому что это полет, это взрыв. Он может быть опьянен свободой, он может быть опьянен водкой, он может быть опьянен безысходностью и безответственностью. И властью, и любовью. Поэтому территория свободы, территория свободных людей, это то, что мы можем создать вместе. Мы можем это придумать и предложить вам. Становитесь частью этого. Становитесь свободными людьми. Регистрируйтесь на сайте, говорите, пишите, Цегипе, нам пишите. Мы хотим участвовать. Мы приезжаем. Во всяком случае, у Виктора Владимировича была такая мечта. Я позову всех своих друзей из социальных сетей на этот фестиваль. Кто хочет, пусть приезжает. Во всяком случае, все, кто свободен, должны эту территорию свободы для себя создать. Добрый день, меня зовут Елена Гореева. Когда-то мне приснился фестиваль, фестиваль уличного театра. Но мы сделали больше, мы сделали фестиваль уличная сцена. Там как бы уличный театр, уличные музыканты и все. То есть идея, она называется «Все дело в шляпе, все работают на шляпу». То есть фестиваль абсолютно тоже свободен. В своих проявлениях каждый просто приходит и, в принципе, делает то, что он хочет, просто в рамках. Задача его в городе Киев мне очень хочется создать просто сказку. Сказку для людей, для детей он будет два дня проходить. Чтобы люди окунулись в атмосферу общения невероятных, фокусников, жонглеров, циркачей. У нас детки были на одноколесном велосипеде, которые там пускали мыльные пузыри, разрисовывали мелом весь асфальт. У нас были прекрасные земляничные поляны Севастополя, которые приехали 8 взрослых, 5 детей, и с младенцем они приехали в дождь Севастополя выступать. И это способ вообще их не жизни. Ну, просто в Украине сам уличный театр, он, если есть, то это, грубо говоря, то, что передавалось от прадеда, от мамы, от папы. То есть это родовые театры. Но есть очень много коллективов, очень много молодых людей, которые хотят развиваться, которые хотят это делать, но у них нет, грубо говоря, платформы, у них нет наставников, у них нет мастеров. И для этого, ну, фестиваль, он создан для того, чтобы привести этих мастеров, создать их, как бы повытягивать их со своих там каких-то домишек, да, и объединить. Вопрос к членам оргкомитета, либо поклон. Говорите. Ну, очень хочется привести на фестиваль уличный театр. Мы вас видели. Было непонятно, но интересно. Поэтому нема проблем. Сейчас, я так, как вновь родившемуся члену оргкомитета. Я хотела, я хотела, я видела, что вы там их... Они уже закончились, так чтобы... Так. Долго сидел, думал, когда же мы начнем уже петь. То есть фестиваль, мне все-таки представляется это музыкальное действие. Кроме того, что все будет происходить в смысле организации. Будут все гонять на мотоциклах, летать на воздушных шарах, мото-дельтапланах, но все же будет звучать музыка. Ну вот, Никита сегодня говорил, что он, когда мы предложили петь с нами как вокалист, он сказал, я петь не умею, могу только быть на подпевках. Поэтому, если он захочет, на нескольких тут пару песен подпоет нам, а одну песню мы споем в конце, это я потом представлю эту песню. Да, хотел сказать, что вот наши музыканты, группа САД, Вера Бондаль. Украинской Вера Бондаль. Андрей Дроздов, Павел Зубков, звукорежиссер, Владимир Толмачев. Я серый. Итак, гимн Каховского плацдарма. Каховский плацдарм. Шантуем урок, мотоциклы, машины, Каховский плацдарм. 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 ПЕСНЯ 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 Украина за нас! Музика На що мені жалитися? На що мені братися? Будуть з мене молодого козаки спіяти Коженихся, вони скажуть, голодний і голий За напасти в нерозолі молодую полю Бо найправді, що ж діяти, навчить мене люди І такі на волі стані, чи до ладу буде І не буду чужі поли пасти заганяти Не буду я в чужій хаті тещу полежати Музика А буду я красавади з голопів шопані На коненьку поводному перед козаками Найду зоні в чайном рівку стебу при долині Зокою погемоньку нас і Україні Як важцюлят Bobby Старин Так ви йде погуляти Лі cognition мhhh Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok